Первые за 10 лет мы праздновали Новый Год Дома. И что это за местечко такое Башковолит? Приветствия на каком языке? Вот так выглядит бювет Минеральных Вод. В заваре, что сидит, нет. Памятник архитектуры 20-го столетия. Вот красавчик такой. В этот раз выбор наш пал на вот такой небольшой отельчик Мариотт. Вот за этой девушкой в шубке находится бювет. Богдан сам делает? Да. Все самодельно. Настоящее волшебство сегодня. По версии TripAdvisor номер один. Девчонки, скоро себя смотрите в Ютубе. Шалом, православные. Милые, на связи путешествуют. Буэнос дес, Башковолит и все такое прочее. Сегодня необычный день. Наверное, весь год будет таким. Потому что по традиции сложишься, мы не встречаем. Не встретили Новый Год где-то за пределами родных стен. Да, впервые за 10 лет мы праздновали Новый Год дома. Это было очень круто. Да. Давай вспоминать, какие столицы мира уже покорены нами на Новый Год. Берлин, Прага. Берлин был крайний. Прага. Прага была, наверное, одна из первых в 2009, да? Не помню. Да, наверное. Это Львов. Это Мюнхен. Это... Опять Мюнхен. Вена. Вена. Зальцбург. Еще что? Не помню. Не помню еще. Хороший город такой. Будапешт. Точно, точно. Краков был. Ну, а сейчас? Это место, куда мы ездим уже... Сколько? 13 лет мы ездили. И два года мы сделали перерыв. И опять приехали сюда. И вот в этом году прям мы решили сделать как-то необычно. Да. И прям захотелось сюда приехать. А куда? Вы узнаете чуть позже. И что это за местечко такое? Красивые домики. И рано-рано утром. И куда-то... И куда-то... И куда-то... И куда-то до самого ранья мы двинули. Непонятно. Кто первый отгадает? А кстати, вам задание. Башка валит. Приветствия. На каком языке? Так просто, я знаю. Милая это знает. Просьба участников той знаменательной поездки не раскрывать секрет. Зая, Мася, Глебушка, а также их любимые молчат. Круто, снежок, погодка. Погодка буквально какой-то минус 1-2 градуса, наверное. Вчера повалил снег. 2, да? Минус 4 сейчас? Минус 4 градуса. Вот. 8 утра, а тут движуха. Такая. Парк красивый с белочками. Опа, смотрите, что это такое. Бювет. Вот так. Подсказка. Это подсказка. И ответ. Мы находимся где? Правильно. Вот так выглядит бювет минеральных вод. Я непрофессиональный пивун. Это у нас милая с Ваней тут упражнялись в большей степени. Вот она, живительная влага после празднования Нового года. Новый год пришел. И уходит. Я заявил, что в этом году алкоголь вообще не употребляю. Представляете? Старею, блин. А вода другая. А вода другая. Вода 12 лет, да, другая. Первый раз мы приехали на след позор с вами. Нет, в 14 лет, ну, 3 года. Знаете, да, почему такие красивые чашечки с носиком? Потому что, милая, расскажи, ты непрофессионал просто. Чудеет, зубы, гортится. Чтобы губы не рассыпались. Да, чтобы водичка сразу попадала. Я видел, что выдаются такие с длинным шлангом, прям вставляешь на это в горло и пьешь. Видел такие? Какая прелесть. Надо купить орешки. Они совершенно ручные. Играются. Смотри, какая прелесть. А ну иди сюда. Иди. Давай. 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 Давай сюда. Давай. Не нравится. А, взяла. О! Взял орешки, сидит и ест. Как они быстро двигаются. Памятник архитектуры 20-го столетия. Такая избушка на курьих ножках. Конечно, курорт подойдет всем любителям своего родного. Азербайджанцы, я знаю, любят сюда приезжать. Водички попить. С коньячком. Вообще очень много мужчин. Обычно мужчин у себя больше. Больше на собой. Ну вот, красавчик какой. Опа. Потихоньку что-то благоустраиваю. Плиточкой лежит. Вообще, мы были сейчас на нижнем гувете. А наверху есть еще верхний. Но сказали, что он закрыт. Может быть, тоже ставят эти автоматы. И вход будет, судя по всему, теперь платный. Шара закончилась. О, смотри, какие белочки. Мирно соседствуют. Белочки, собачки. Ага, чиповались. Молодцы какие уже. Дорожки почищены. Не то, что в Буковеле. 20 минут перерыв. И мы уже возвращаемся назад за второй порцией. Какую водичку мы будем пить сейчас? Ну, первое я понял. Вот сейчас столько пили. Джерело. А Мрия есть еще, я помню, такая. Мрия. Маловато. За 13 лет не запомнила, как называется водичка. Видишь? Сейчас будем на вкус определять. Я понял. Ага. В этот раз выбор наш пал на вот такой небольшой отельчик Мариотт, который, как оказывается, с Мариоттом не имеет ничего общего. Просто ребята взяли название попользоваться. Удобно то, что он расположен в самом центре. Небольшой отельчик, довольно чистый. Ну, прям не довольно чистый, а чистый-чистый. Персонал очень приятный. Рейтинг у него какой-то сумасшедший, что на триподвайзере, что на букинге. Цена-качество очень хорошая. Но проблема одна. Нет на них достаточного количества процедур. Поэтому мы сейчас попробуем переместиться в привычный для нас отельчик. Так, питание меньше 10-10 долларов в сутки. Тестим сегодня местный ресторанчик. Я себе заказал такой богороч. По мне, то, конечно, тут зажарочки дофига. И специи будь здоров. И что, Ванюха заметилил ворщик. Говорит, огонь. И пельмешки. Нормаз, да? Еще здесь есть бизнес-ланч, да? Сколько бизнес-ланч стоит? Ну, бизнес-ланч. Комплекс-ланч. Комплекс-ланч. Ну, смысл тот же. Ну, майже тот же. Нет? Не тот же. А в чем отличается? Два блюда 60 гривен. Блюда 75. Вместо 105. Да, у нас акция. Супер. Малыш наш проголодался. Поэтому фактически зашли в первое заведение, которое находится рядышком с бюветом. Вот за этой девушкой в шубке находится бювет. И вот здесь ресторанчик. Вот такие стравы готовят вкусненькие на мангале. Такую колбаску домашнюю дядька предлагает. Я взял два круга взял, а у него мало. Как вас зовут? Богдан. Богдан. Богдан сам делает? Да. Все сам. Все самодельно. Я два круга взял. Очень вкусно. Затестим. Богдан нам насоветовал, что нормальный ресторанчик. Пережитки отечественного сервиса. Рыбку ждали 55 минут. Сейчас мы его затестим. Вареная? Похоже, что вареная. Нет, вкусно. Вкусно? Не, вкусно. Заведение, оказывается, называется не Корчма. Корчма вроде как уже не работает. А называется Пи-Аш. Так и называется. В принципе, довольно зачетно. 345 гривен. Из них половина стоила форелька. Но за мясом мы к Богданчику придем все-таки еще. А, у него колбаски, видишь? Пока мы обедали, он уже накрутил новой колбаски. И все, и уже есть новая колбаска. Настоящее волшебство сегодня. Какой снегопад. Странные животные водятся в Трусковце. Такое ощущение, что утром все люди куда-то уезжают. А вечером возвращаются водички попить. Помните, как утром никого вообще не было? Ну, то есть мало людей. Вот там светится наш отельчик. Очень даже приличный. Сделаю завтра обзор. С Мариотом, который вообще не Мариот у нас не сложилось. Зато сложилось с другим пятизвездочным отелем. Который действительно соответствует. Яблочко красивое. Снегу даже украшать не надо. Выбор вечера Дольчевита. По версии TripAdvisor номер один в населенном пункте Трусковец. Вот куча сертификатов, которые подтверждают данный факт. Посмотрим, что оно происходит. Пицца, вижу, тоненькая. Добрый вечерочек. Добрый вечерочек. Трое. Ой, спасибо большое. Девчонки, скоро себя смотрите в ютубе. Вот такая зачетная пицца. Фирменная Дольчевита. Мы заказали. До этого был салатик, который улетел и не обещал вернуться. Да? Вкусно? Вот так. Милая ценила. Потому что пока что все очень вкусно и достойно. Довольные, сытые, раскрасневшиеся. Да? Или нет? Дождались. Вот вонятки такие раиоли. Прикольные. У меня была паста. С соусом песто. Все очень зачетно. Ставим отметку. Пятерочку. Милая говорит. Ваня соглашается. А Игорь говорит, что пятерку они не заслуживают. Пять с плюсом. Для Трусковца это пять с плюсом. Пять тысяч долларов. А что, в Трусковце море есть? Да, в Трусковце. Вы с Трусковца начинаете, а закинчиваете в Италии. Вот так. Або в США на Аляссии. Вот это серьезно. И даже визу дают на 10. Если визу там, то на Колуму. Вот так вот. Где вам посадить больше? Записывайте. Знаете, это интересно. Не хотите мандрувати? Не маете грошей? Нема. Купили ту балалайку. Говорит, если балалайку купил, то ты что, не купишь круиз?